Доброго времени суток уважаемые любители бокса. Сегодня мы Виктор с канала студия бокса и Дмитрий с канала обзоров классных боёв от Дмитрия попробуем разобрать предстоящий бой Канело Альварес против Калеба Планта за четыре пояса основных во втором среднем весе, то есть до 76 килограммов. Вот все интересуются, когда же наконец-то Канело будет драться с боксерами полутяжелого веса, но пока цель Канело объединить все четыре пояса, то есть три пояса уже есть, соответственно он победил Калума Смита, победил Рокки Филдинга и Билли Джо Сонда. И вот у него остался один только чемпион, который еще с ним не встречался, это Калеб Плант. Что ты думаешь про Калеба Планта? Он молодец, очень реально умный парень, его бокс интересный, но я думаю, что все-таки физики не хватает для этого веса, именно физической мощи, потому что если сравнить сейчас Канело и его, то Канело будет покрупнее. Я тоже так думаю. Как бы и может быть где-то даже поинтереснее что-ли бокс, то есть мне бы конечно больше нравится Калеб Плант, я бы хотел, чтобы он выиграл, но я думаю, что он не вывезет бой против Канело. То есть ты не любишь Канело? Нет такого, что я не люблю, то есть что-то мне в нем не то, что не нравится, а вот считаю его карьеру очень хорошо спланированную, продуманную и хорошо ведут его, прям как надо. Да, он боксер, несомненно, крутой, сильный, но выстроили так карьеру, что он есть тот, кто он есть сейчас на самом деле. Вот, то есть очень хорошая команда у него, помимо того, что он хороший боксер. Вот, вот как-то так. Но разве не именно это нужно боксеру, чтобы у него была хорошая команда, чтобы его грамотно вели? И разве это плохо? Да что ты, черт побери, такое несешь? Нет, как бы это очень хорошо и для боксера, и его команды, конечно, но, допустим, Пакьяо взять, у него есть куча поражений, он не идеально шел, но он как бы звезда, он встречался с самыми крепкими и на пике. А Канело, я бы не сказал, что он со многими встречался на пике. На пике он встретился даже, даже, ну, на пике. Сказать, что он встретился на пике с Флойдом Эйвезером, тоже нельзя. Но Флойд был вот прям хорош, да, а молодой Канело ничего не сделал. А потом там, ну, куча боев, с кем он встречался, ребята уже просто ради чека выходили, ну, реально. Вот, поэтому, как бы, в целом у него все хорошо, хорошая карьера, отлично, он боксер. То есть нужно быть еще и хорошим боксером, чтобы выигрывать таких ребят. Но все-таки есть разница, когда ты молодой, да, и прешь, 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 и как бы, а кто уже заканчивает, там, тот же Кота, он закончил, уже почти вот-вот закончил, и вывели его на этот бой. И вообще ничего не получилось. То есть вот так вот. Мне кажется, Канело не совсем уж такой. Он же вышел против Мэйвезера, когда Канело еще был не на пике. Он еще, у него не было недостаточно опыта боев на высоком уровне. Канело выходил против Траута, когда все говорили, что ему еще рано выходить против Траута. Что Траут более серьезный боксер. Он вышел против Лары, когда, в общем-то, все избегали Лару. Даже, говорят, Геннадий Головкин избегал Лару. Конечно, это клевета, но я такое слышал. И вышел против Лары, да. Бой он, может быть, не выиграл, но вот сказать, что он там постоянно избегал сильных оппонентов, наверное, все-таки неправильно. Это как его? Волюнтаризм. Смотри, допустим, с Мэйвезером, я считаю, что это была их ошибка. Они прогадали и поплатили за это. Причем, каким-то образом, одна судья им отдала или ничью поставила в этом бою. Ничью. Как вообще такое возможно? Дальше. Я, кстати, делал видео. Получается, 4 поражения Канело. Вот. И что самое интересное, я заметил, что у Канело есть проблемы с левшами. Он реально не умеет, не то, что не умеет, у него есть проблемы с боксерами и левшами. Лара показал это. И еще, если ты видел этот бой, скорее всего, ты видел с Джейкобсом. Как только Джейкобс менял стойку, этот сразу терялся. Он пропускал удары в левше. Но Джейкобс у нас правша, поэтому ему приходилось обратно становиться, в другую стойку. Поэтому с левшами есть проблемы. Но у нас Плант не левша. Поэтому я говорю, что я не вижу, каких проблем может составить Плант на самом деле. То, что Плант будет работать вторым номером, это однозначно. То есть тот будет идти давить физически. Вот. Что ты думаешь? Я думаю, что любой боксер сейчас готов встретиться с Канело. Любой. Потому что за бой с Канело он получит столько, сколько он не получит нигде. Возможно, один бой с Канело – это гонорар больше, чем за все оставшиеся бои, за всю карьеру. Поэтому с ним чемпионы готовы встречаться. Будем честны, сейчас второй средний вес не является весом, где очень много таких действительно ярких звезд. Возможно, поэтому, как ты правильно говоришь, Канело там и обосновался. Что он побил Филдинга, он побил Сондерса, он побил Смита. Теперь остался Плант. Что я могу сказать насчет Планта? Главные два недостатка Планта. После шестого раунда у него, как правило, заканчивается выносливость. И у него, говорят, я сам не проверял, не очень крепкий подбородок. Вот эти два фактора не позволяют мне думать, что Плант может выиграть этот бой. То есть, когда у него закончится в шестом раунде выносливость, а у Канело выносливость в шестом раунде, как ни странно, не заканчивается. И он только начинает раскручиваться. И когда он пропустит удар, а он пропустит, то я думаю, что вижу победу Канело техническим нокаутом где-то в последней трети боя. Что ты об этом думаешь? Прогноз. Да, снова прогноз. Ну, я тоже думаю, что Канело будет потихонечку пристраиваться, пристраиваться. И вот начнет работать с раунда пятого. Вот прям активно, да. И уже, может быть, как ты говоришь, у Планта уже бензина не будет. Ну, я думаю, что до раунда десятого все закончится. Вот где-то так. Птичку жалко. Думаю, что... И станет еще один абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе. Так что, какой получился у нас быстренький прогноз по этому бою. Ну, не скажешь совсем быстро. Вот показывает почти 12 минут. Ну, все равно, может, там вырежем. Не, ну, мы немного там вырежем. Да. А тебе не кажется, что Канело, который начинал в 63 с половиной, и сейчас вот уже реально может объединить пояса в 76, что это все-таки достойно уважения? Подняться вот с 63 до 2-го среднего веса. Да, это сильно. Вот. Но, опять же, у меня ощущение, что данный чемпион сидит на стимулирующих весельствах каких-то хороших. Ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на канал Студия Бокса Виктора. И обзоры лучших боев от Дмитрия. Все правильно. Ну и, конечно, смотрите Бокс, ведите себя нормально.